Всем привет! В Linux Mint иногда бывает вот такой момент, что перегружена верхняя панель. Один из вариантов решения является установка апплета, называемого KairaDock. Вот я его только что поставил через менеджер программ. Ну посмотрим, настраивается он или нет. Сейчас глянем. Так, все приложения. Вот оно. Еще и full bug какой-то мод. Ну, запустим. Значит, во-первых, можно убрать так, систем bug. Да, пожалуй, тоже можно его... Сюда добавить. А отсюда... Убрать. Крузейдер. Да, тоже я использую его нечасто. Левой кнопкой мышки нажимаем, держим и потащили ее вот сюда. Так, с изображениями я практически не работаю. Уберу его. Так, почтовый клиент. Удалить. Веб-браузер Firefox удалить. Которые стоят на втором месте. А наиболее часто используемые программы. У меня эта программа вот расположена на верхней панельке. Вот практически и все. Так, что я считаю, что это еще одна примочка для Linux Mint. Довольно-таки полезная. Поэтому рекомендую ею пользоваться. Ставится она, как я уже сказал, через менеджер пакетов. Вот, через этот. Только я ставил ее не через синаптик. А я ставил ее... Вот через этот. Вот менеджер программ. Здесь, значит, наберете словечко просто Кайра. И вот этот Кайра-Док, который мы только что поставили. Вот. У вас он еще не стоит. Поэтому нажмете на установить. Он установится. Запустите его вот отсюда уже. Вот так вот нажмете. Он запустится. И будет вам счастье. Значит, я еще не уверен там, как дела с автозагрузкой. Но эта проблема тоже решаемая. Это можно будет посмотреть. Так. Ну, и одно из последних настроек Кайра-Док является помещение его в автозагрузку, чтобы он каждый раз стартовал при старте системы. Вот я в левом углу, в нижнем, нажимаю правой кнопочкой и вижу Кайра-Док. И вот здесь вот такая штучка запускать Кайра-Док при старте системы. Вот я специально сейчас ее не буду запускать. Вот посмотрите. Вот в автозагрузке. Вот в автозагрузке. У меня сейчас пока ничего не стоит. Вот здесь я, значит, нажимаю запускать при старте системы. И вот он появляется. Если хотите посмотреть, что тут, вот, пожалуйста. Значит, практически теперь он у нас при каждой загрузке, перезагрузке будет стартовать. Это вот один из моментов настройки. Ну, и затем, я всегда люблю панелек, еще вот такую вот штучку. Настройка. Вот смотрите. Панель можно расположить снизу. Она сейчас снизу. Можно, допустим, слева поместить ее. Вот она. Ну, и, соответственно, как говорится, и справа. И даже сверху, ну, не знаю, как там она сверху будет применяться, ну, где-то вот так. Совсем смешно. Ну, тем не менее, значит, поместить вы сможете панель туда, куда вам нравится. И здесь вот есть масса всяких там полезных настроек. Ну, вот, значит, посмотреть, значит, можно, что тут у нас подключено, что нет. Вот, допустим, надо мусорная корзиночка. Взяли ее, включили. Вот она. Видите? Появилась. Не надо. Галочку сняли. Все, привет. Допустим, взял я вот эти вот. Поубирал. Разгрузил немножечко там себе эту панель. Пошел там дальше. Смотрим. Тут, допустим, тоже убрал. Так. Завершить сеанс. Ну, допустим, завершить сеанс. Я, допустим, взял сюда, передвинул. Ну, меню приложений. То есть, вот, практически можете себе здесь найти, как говорится, целую увлекательнейшую экскурсию по свойствам, значит, вот этой панельки Кайродок. Хорошая штучка, значит. Причем, вот запомните, что всегда, значит, вот она у вас теперь будет загружаться, а при вашем желании вы можете ее легко отключить, каким образом. Идете в меню автозагрузок и просто-напросто вы здесь удаляете Кайродок из автозагрузки. Все, и он у вас уже, как говорится, больше вас беспокоить не будет. Вот таким вот образом. Значит, программа хорошая, панелька хорошая. Она, во-первых, разгружает у меня верхнюю панель. У меня на ней остаются только, ну, скажем так, мои самые ходовые программы, которыми я пользуюсь чаще всего. И в то же время, как говорится, в один клик я всегда могу добраться до любой из моих программ, которые, значит, мне нужны. Вот практически и все. Так что рекомендую вам с этой штучкой побаловаться, посмотреть. Если понравится, значит, оставьте у себя. Можете в автозагрузку поставить. Ну, нет, ну, удалите, да и все, какая разница. Вот. Ну, вообще-то, что тенция полезная. Так что вот рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин